Да, 90-е всё продолжает нагонять своих героев. 6 мая от пули погиб Дмитрий Босов, которого в ходе алюминиевых войн хотел убить киллер Татаренков. А сегодня, по показаниям Татаренкова, задержали Анатолия Быкова. Вчера источники рассказывали, что последним, с кем перед смертью общался Босов, был другой участник алюминиевых войн 90-х Евгений Ашенбреннер. Самоубийство миллиардера Босова и арест бизнесмена Быкова – взаимосвязанные события, которые обнажили начало передела сырьевого рынка в стране. Перед смертью Босов сменил гендиректоров нескольких структур Алтека, а часть его кампании ранее отметилась в громких судебных делах. Сумма исков составила более 1 миллиарда долларов. Он имел сильные связи, переплетенные с братьями Ротенбергами, членами ближнего круга президента. Владел хоккейной коробкой, где собирались члены так называемого политбюро 2.0 – Тимченко, тот же Ротенберг и Путин. Тем не менее, проблемы с бизнесом и арест его партнера Абызова не являются причиной суицида. В феврале компании Босова перестали платить деньги после привлечения крупной структуры к решению конфликта Артик-Угля и Восток-Угля. Последним, с кем общался бизнесмен Евгений Ашенбреннер, упоминаемый в испанском деле о русской мафии, где он владел фирмой, через которую отмывали деньги лидера Измайловского ОПГ, а также олигархи Дерейбаска и Махмудов. Со смертью Босова также зависла сделка по газете «Ведомости». Фактически он был ее основным кредитором, и спонсировал дождь, и в последнее время у него был конфликт с силовиками. Арестован Анатолий Быков, ранее глава Совета директоров КРАС и Федерации Боск Бокса РФ. До этого неоднократно обвинялся в заказных убийствах. Обвинения основаны на показаниях его напарника Татарина, штатного киллера, который публично упоминал ранее Босов. Быков планировал участвовать в домских выборах в 2021 году, и потому арест может иметь больше политическую подоплеку. Ради пресечения регионального сепаратизма, что продвигал бизнесмен через осенью созданное движение «Наша Сибирь», Босов по задумке следствия должен был стать свидетелем в деле Быкова. И эта цепочка может закончиться на Дерипаске, имеющем собственные интересы в условиях пересмотра договоров между властью и олигархатом в 90-х. Миллиардера Дмитрия Босова обнаружили мертвым в собственном особняке в элитном поселке в селе. Да, конечно. Надо попрощаться с хозяином. Ну что, скажешь? Я не уверена. Ваша светлость. Он лис, а лисы легко предсказуемы. Евреи, евреи всегда раскусят. Состояние бизнесмена журнал «Форбс» оценил в 1 миллиард 100 миллионов долларов и поместил на 86-е место в рейтинге богатейших бизнесменов страны. Напомните мне свои цифры. 200 миллионов валовой прибыли в год, 100 миллионов чистой. Но ведь ваши люди уже несколько месяцев все анализируют. Последняя цена для вас – 400 миллионов. Мы же понимаем, что 400 миллионов – ерунда для такого бизнеса. Учитывая, что после выхода в закон бизнес станет приносить от 200 миллиардов до, скажем, половины триллиона в год. Но огромные цифры и внушительное состояние, судя по сообщениям из СМИ, буквально рассыпались на глазах. На шахтах подконтрольных компанией «Босова», «Востокуголь» к декабре начались бунты рабочих. Шахтеры отказывались выходить на смену. Им не выплачивали зарплату. Понятно, что производство – только половина бизнеса. Мне нужны ваши европейские связи. Я понял, как делается колбаса. Расскажите мне про мясные лавки. Переводите деньги, Мэтью, и я вам все расскажу. Куда же ушли деньги преуспевающего бизнесмена, что их не осталось на зарплату рабочим? Оказалось, что Дмитрий Босов инвестировал в продажу марихуаны в Калифорнии, в США. Только я решил согласиться на предложение Мэтью и отказать сухому глазу на одной из моих ферм на лёд. Впервые в жизни. Это совпадение? Не думаю. Нет. Подстава на лицо. Я слышал, вы попали в беду. Вы помогли мне в трудной ситуации. Теперь я предлагаю вам помощь свою и моих влиятельных друзей. Дмитрий Босов являлся крупнейшим акционером компании «Востокуголь» и «Сибантрацит». Последняя спонсирует ночную хоккейную лигу, созданную по инициативе президента Владимира Путина. Ты провел в лягушатнике всего пару минут, а я плаваю в океане с околами 20 лет. Это я тебе сейчас объясню расклад. Ты уйдешь на дно. А потом мои крабы-массады тебя сожрут. Я пересчитал ваши пороговые значения в нынешних незавидных обстоятельствах. И по моим расчетам, то, что еще вчера стоило 400 миллионов, сейчас можно оценить в жалкие 130. Понимаете, неважно, какое домино падает первым, Майкл. Важно последнее. Вы сделали одну ошибку. А именно? Вы приняли меня за какого-то идиота. Знакомьтесь, первая костяшка. Какая-то театральщина. Трупы в холодильниках. Кто это такой? Какое он имеет отношение к нашей с вами беседе? То есть вы отрицаете свои, так сказать, отношения с замороженным китайцем? Ну, конечно же, я все отрицаю. Какое отношение имею я к замороженному китайцу? На этой стадии слушаний не стоит делать резких заявлений. Не ищите своих крабов Масада. Это рыбный рынок, они на своем прилавке. Последнее время друзья и близкие Босова начали замечать, что бизнесмен стал плохо выглядеть. В соцсетях есть даже видео, где миллиардер в сильном подпитии матерится на камеру. Бизнес есть бизнес, Майкл. Ничего личного. Меня не очень-то волнуют деньги. Но все же ты кое-что должен мне. За ту кровь, что попала мне на руки, пока я устранял причиненный тобой беспорядок. Сумма по твоим же подсчетам. 400 минус 130, 270 миллионов долларов. И мне остается мой бизнес. А ты лезешь в холодильник и не выходишь, пока не переведешь мне всю сумму. Можно лишь констатировать одно. За последний год на бизнесмена свалилось огромное количество жизненных перипетий. В любом случае, истинные причины трагедии в элитном поселке теперь установят только следствие. Продолжение следует...